Что за чудо такое бел-пел-кноли? Сколько зреет пармезан? Зачем сыровары тянут тесто? И снова ответ от юриста, можно ли приобрести квартиру у своих близких родственников, используя материнский капитал. Об этом сегодня в программе. Субтитры создавал DimaTorzok Первая семейная сыроварня. Как раз-таки сюда мы сегодня и приехали. Пойдем посмотрим. Вот здесь находится производственный цех Первой семейной сыроварни. Находится она в Сургутском районе, поселок Барсово. Мы уже с ними немного знакомы, встречались на выставках-ярмарках. И начинается производство вот с такого прекрасного баннера и небольшого предбанника, где есть подарочные упаковочки и, самое главное, стол для дегустации. А там за стеклом хозяйка этой сыроварни. Зовут ее Вера Ионина. И мы сейчас с ней познакомимся. Вера, здравствуйте. Пожалуйста, проходите. В нашей сыроварне. Первая сургутская сыроварня – это семейное дело на 120%. Идея заниматься сыроварением пришла Вере и ее маме давно. Побывав в гостях у сестры в Новосибирске, которая занимается личным фермерским хозяйством, держит коров и коз, Вера попробовала ее домашние сыры и не смогла их забыть по возвращению домой. Человеку ближе то, где он живет, и продукция именно местная. Это правильно. Так даже советуют диетологи, что человек должен употреблять пищу то, что у него под руками, что здесь выращено именно местное. Так и начались первые опыты по сыроварению. Для себя, для друзей, для соседей. А сарафанное радио все несло и несло. Вести по Сургутскому району. О молодых сыроварах и их прекрасных сырах. Вера решила – будем расширяться. Мы сейчас находимся в дегустационном зале. У нас такой немножко необычный формат нашего заведения, нашей сыроварни. То есть сама сыроварня за стеклом. А покупатели, приходя к нам, могут присесть, посмотреть наше меню. Попробовать сыры, вот на такой сырной тарелочке. И выбрать тот сыр, который они хотят. Вообще, как правило, когда человек попадает к нам на сыроварню, он не знает ни что такое голубой сыр, ни страшное название, был перкноли. Все приходит через дегустацию. Потом уже люди знакомятся с сырами и делают свой выбор. К нам приходил клиент. Он недавно вернулся с Италии. И очень любит нашу строчителу и бурату. То есть в Италии они находятся каждые три месяца. Но приезжают, возвращаются сюда, на Барцево, за нашей буратой строчителой. Потому что, видимо, она похожа, да? А может быть, даже и вкуснее, не знаю. Говорят, что очень нравится. В другой случае я получала отзыв о нашем камамбере. То есть человек был в Швейцарии. Потом пробовал наш камамбер, говорит, это оно. Покупателей притягивает на производство сама возможность прикоснуться к сотворению сыра из молока. Кстати, эти сыры больше ничего и не содержат в своем составе. Яйца, порошковое молоко, усилители вкуса – это не та история, которую вы увидите здесь. Можно сказать о качестве сыра, мы судим по его показателям, органолептическим показателям. Нужно внимательно изучать состав сыров. Но здесь можно ошибиться, потому что сейчас даже вышел закон, который обязывает товаропроизводителей указывать, что сыр произведен из восстановленного молока. Сейчас это не делается. Восстановленное молоко у нас используется очень часто на заводах, выдается за настоящее молоко. Отсюда уже и все вытекающие последствия и по вкусу, и по качеству. Уже не буду говорить о сырном продукте, это совершенно другая категория товаров. Но и в настоящее время и сырный продукт выдается за натуральный сыр. И так каждое утро прямо с фермы из села Чаускино в Нефтьюганском районе на производство попадает как минимум 200 литров парного молока. В идеале, если говорить об идеале, то нужно иметь все-таки свое хозяйство. Для того, чтобы мы могли 100% быть уверены в сырье. Что оно у нас всегда будет, особенно в зимний период, это очень важно. То есть этого нам не хватает, если честно. Мы фильтруем молоко. Получили молоко, его нужно отфильтровать. Домашнее молоко от фермерских коров прямо с утренней дойки. Сюда фильтруем 170 литров в эту сыроварку. Халуми варить будем. Он изготавливается с помощью сычужного фермента. Натуральный сычужный фермент позволяет нам из жидкого молока получить вот такие сырные головки, которые мы специальным образом обрабатываем. И после этого сыр можно жарить. Молоко ни в коем случае не кипятят на открытом огне или на электрической плите. Молоко в сыроварке подогревается при помощи водяной рубашки. Очень медленно подогревается до определенной температуры. И за этим процессом нужно пристально следить. Если не додержать или передержать, то все это молоко 50, а то и 150 литров, будет просто непригодно к производству. И смена сыроваров прошла напрасно. И в убыток. Тесто бывает разное. Накачковало это одно, сыр более твердый, пожестче будем говорить так. Моцарелла это нежное тесто, более легкое тесто. Бурата готовится из теста для моцареллы. Это бурата, это сыр в сыре. Сыр пармезан, который зреет не менее 6 месяцев. Белпер кноли, твердый и зрелый сыр в черном перце. Нежная рикотта со вкусом детства и сливок. Сыр барсовский, фирменный сыр веры. Рецептура которого уникальна и принадлежит именно этому предприятию. Известная всем моцарелла. Это только малая часть наименований сыров, готовящихся на первой семейной сыроварне. Часть сыров готовится путем спрессовывания головки сыра. Но есть и другие. Так называемые вытяжные сыры из семейства паста филата. Небольшой мастер-класс. Моцарелла занимает классическая технология моцареллы два дня. Это уже заготовка, которую мы приготовили вчера. Сегодня мы сформируем шарики. Вода должна быть примерно 90 градусов. Заливаем нашу заготовку и будем перемешивать. Здесь уже начинает появляться белый пушок. Это та самая вкусная белая плесень. Сыр будет готов, когда он полностью ей покроется. И когда у него уже станет мягкая серединка. Он, в него что-то добавляется, чтобы была эта плесь? Да, вносится культура. В молоко в процессе производства вносится эта культура. Он очень капризный. Может погибнуть. За ним нужен очень внимательный уход ежедневный. То есть за сыром мы ухаживаем. Мы должны следить за его температурой, за его влажностью. Вот за коркой ухаживать. Открыть, подышать, закрыть. Нужна температура и влажность. Много было перепорчено продуктов? Много. Производство сыра в этой сыроварне ведет технолог из Италии. Как и закваска, в сыр используется итальянское. Вера смеется. В производстве есть свои секреты. У каждого сыра особая формула изготовления. И хорошо, что технолог, итальянец, не сболтнет ничего лишнего, по-русски не говорит. Первая семейная сыроварня поставляет свою продукцию в магазины Сургута и ближайших городов. А также стали постоянными поставщиками ресторанов Сургута, где шеф-повара не только использует сыр на сырных тарелках и в традиционных блюдах, но и придумывают новые рецепты от шефа, которые становятся изюминкой заведения. Мы стараемся три раза в неделю, чтобы была стабильная поставка. Потому что срок, например, у брата 4 дня. То есть заказываем по 5-6 штук, люди приходят, покупают, разбирают. Мы заказываем, чтобы каждый день было на прилавке. У вас есть уже постоянные покупатели? Постоянные покупатели есть на каждую свою продукцию. И на веренный сыр. Сыры тоже есть свои покупатели. Сделано в Югре — это не просто знак, это проект, в рамках которого есть определенная поддержка. Есть площадка, сделано в Югре, где размещаются все товары, местных товаропроизводителей. Есть различные мероприятия, на которые нас приглашают, именно как сделано в Югре. И ярмарки, и выставки. То есть это много значит, и дорогого стоит. Поддержку от правительства Югры молодые предприниматели чувствуют не только маркетинговую. Две сыроварни куплены благодаря помощи округа. Первая маленькая сыроварня на 50 литров приобретена по программе субсидирования. А вторая на 150 литров — это грандовая поддержка сыроварам. Они, в свою очередь, достойно представляют продукцию, соблюдая всю необходимую маркировку. И, конечно, с логотипом «Сделано в Югре». И теперь, когда я набрала себе целый пакет этой сырной вкуснятины, мне остается только съесть это. А я вам напоминаю, что это все сделано из югорского молока в Сургутском районе. Это все сделано в Югре. Как много товаров и услуг производится в Югре для югорчан. С каждым годом качество, количество и разнообразие услуг растет. Как растет и юридическая грамотность населения. Каждый из нас претендует на лучшие услуги, которые он покупает. Но иногда возникает спор между продавцом и покупателем, поставщиком услуг и потребителем. Тогда вам поможет юрист. Ведь это ваше право знать, как защитить свои права. Могу ли я купить квартиру у своих ближайших родственников, используя материнский капитал? Прямого запрета на приобретение квартиры у ближайших родственников за материнский капитал в законе не указано. Но вы должны иметь в виду, что на сегодняшний день мошенники очень часто используют схему под наличием материнского капитала. Продавая квартиру отца или матери за материнский капитал и приобретение деньги уже присваивая себе. В этом случае вы должны понимать, что пенсионный фонд может не разрешить вам приобретение квартиры. В том случае, если вы приобретаете квартиру у матери, у дедушки, бабушки. Либо лица, с которым вы состоите в брачных отношениях. Либо у своих детей. В совершении этой сделки будет, конечно, отказано. Кроме того, если вы будете покупать квартиру или дом ближайших родственников, готовьтесь к тому, что в связи с этим будет данная сделка очень сильно проверяться. Кроме того, при приобретении квартиры у ближайших родственников вам могут отказать в осуществлении налогового вычета. Дело в том, что согласно статье 220 Налогового кодекса вы являетесь взаимозависимыми лицами. В этом случае предоставление вычета вам откажутся. Лариса, хоть и законодательство не предусматривает конкретного случая по запрету покупки или продажи недвижимости с использованием материнского капитала у родственников, но в связи с участившимися случаями мошенничества, ваши действия могут расценить как обналичивание средств материнского капитала и согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество при получении выплат. И это было ваше право знать.